Таджикистан Так, о возвращении на родину 10 детей, проходивших обучение в Мадресе Бангладеша, сообщило Министерство образования и науки Республики Таджикистан. На данный момент все возвратившиеся дети находятся в специализированной школе-интернате для прохождения периода адаптации, говорится также в сообщении. Житель района Рудаки Махмад Шариф Саидов, 13-летний сын которого был среди возвратившихся, сообщил в беседе с журналистами, что в 2015 году после закрытия религиозного лицея в городе Вахдате он отправил сына в Алматы, а оттуда в Бангладеш. «Я хотел, чтобы мой сын стал чтецом Корана. После возвращения на родину сын жил с нами, а недавно его принудительно отправили в спецшколу для трудных подростков», — возмущается Махмад Шариф Саидов. «Нам сейчас не разрешают взять сына домой на выходные. Мы не знаем, находится ли он в спецшколе или его перевели в другое место. Почему от нас скрывают его местонахождение? Если власти не занимаются промыванием мозгов, то должны отпустить детей домой хотя бы на выходные», — говорит отец подростков. Один из жителей столицы на условиях анонимности сообщил редакции Хабархо, что в общеобразовательных школах столицы начали проводиться беседы с детьми, в ходе которых у детей спрашивают, совершают ли они намаз, говорят ли им родители, что нужно совершать намаз, заставляют ли их дома соблюдать религиозные предписания и т.д. Также наш собеседник сообщил, что большинство родителей обеспокоены этим, так как среди населения ходят слухи о том, что детей религиозных родителей будут определять в специализированные школы-интернаты. «Само понятие системы перевоспитания или лагеря перевоспитания, это звучит как-то очень страшно. Это наводит на мысль, что мы идем по китайскому пути, когда там перевоспитывают целые миллионы, целую нацию перевоспитывают, и весь мир об этом говорит. Нам не нужно следовать этому примеру». В Бишкеке прошло первое феминале западного искусства. В течение 17 дней в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева была открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран. Целью мероприятия является привлечение внимания к якобы существующему ущемлению прав женщин и пропаганда о равноправии полов. Следует заметить, что феминале, естественно, вызвало весьма бурную негативную реакцию со стороны общества, так как в мероприятии участвовали обнаженные женщины. Со стороны общественных активистов были предприняты попытки организовать митинг против такого рода мероприятий, но суд запретил проведение митингов с 5 декабря по 1 января. Наш корреспондент обратился за комментарием к журналисту из Бишкека Перезад Кыргызбаевой, которая прокомментировала ситуацию следующим образом. Событие, произошедшее в музее под видом приобщения людей к современному искусству и пропаганде прав женщин, является ничем иным, как попытка внедрить западные ценности, западное мировоззрение в народ Кыргызстана. Оно вызвало широкий общественный резонанс на организаторов и участников данного мероприятия, обрушился шквал критики и возмущений в социальных сетях, а также от некоторых известных людей. И это свидетельствует о чуждости народу от западных взглядов, так как народ привержен своей культуре и ценностям, которые исходят из религии и ислам. Вместе с тем мы видим, как незначительная часть общества в лице экс-президента Розы Утумбаевой, участниц феминистических движений, ЛГБТ-сообществ, ряда неправедительных организаций и некоторых чиновников, выступила в поддержку этого феминалии и этим самым изобречила себя как проводника западного мировоззрения в наше общество. И народ должен знать, от кого исходит эта опасность. Под опасностью я подразумеваю западные ценности, взгляды, мировоззрения, которые ведут к моральной деградации и упадку. И как следствие этого, к фундаментальному изменению и глобальным катастрофам, таким как экономическим кризисам, вооруженным конфликтам, эпидемиям, голоду, бедности и даже экологическим катастрофам, которые мы наблюдаем сегодня на Западе и во всем мире. Учтепинский район Стоит отметить, что в Узбекистане, так же как и в Таджикистане, власти запрещают частную практику обучения детей Корану и исламским наукам. В то время как в этих странах не существует официальных учебных заведений, где население могло бы обучаться своей религии. Учтепинский район Учтепинский район Учтепинский район